Если вы хотите еще больше обзоров на конструкторы, то обязательно подпишитесь на канал Мир Лего. Тут есть обзоры как на оригинальное Лего, так и на всевозможные китайские аналоги. От лютого трэша до крутой годноты. Автор канала очень старается и снимает действительно качественные ролики, причем выпускает их довольно часто. Поэтому переходите по ссылке в описании на канал Мир Лего и поддержите его лайком и подпиской. Что мне теперь делать с этой хуйней? Обычные фигурки я могу хотя бы на кастомы пустить, а вот из этого, вот из этого, вот из этого не сделаешь ничего. Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер или что там у вас. С вами, как обычно, Любопыт. Да. Вы спросите, зачем мне нужны перчатки? Конечно же, для защиты от коронавируса. Ладно, шучу. Просто у меня болят руки. Я понимаю, что немножко получилось нехорошо с предыдущим выпуском про трэш Лего, потому что я-то планировал показать вам дичь, а в результате получилось, что фигурки не такие уж и плохие оказались. Ну, разумеется, кроме Эйприл. Она-то была по-настоящему трэшовая. А вот остальные были очень даже хорошие. Даже Дэдпул, хотя он был желтый, все равно по качеству он был отличный прямо. Я решил исправить данную ситуацию и поэтому наведался в свой любимый магазинчик игрушек, где я чаще всего покупаю конструкторную дичь для обзоров. Итак, помните вы, наверное, тот наборчик по Бэтмону от Джин Ран? Вот у меня даже коробка сохранилась с Харли Квинн, которая непонятно на чем ехала. Я называл эту странную конструкцию Бэт-квадроциклом, хотя я уже сказал, я понятия не имею, что это такое. И я когда рассматривал, какие тут еще есть фигурки в этой серии, именно фигурки, потому что постройки одни и те же, я, помнится, говорил вот про этого чувака. Он мне очень интересным показался, все из-за его выпученных глаз. Вот, сами полюбуйтесь. И вы, наверное, уже догадались, что я нашел этот набор. Да, он мне попался в этом же магазине. Углядел его я краешком глаза, потому что он пылился среди других игрушек. Не сразу его даже заметил. Но когда я его увидел, я обрадовался, потому что это будет точно трешак. Не нуждается этот набор в представлении. Прекрасно уже мы знаем, что он от компании Джин Ран, что он по Бэтмену, что здесь опять такая же странная конструкция. Все, в общем-то, как и на той коробке. Единственное, что здесь отличается, это дизайн. Вот, смотрите, здесь нарисован такой вот город, а здесь другой. Так что, хоть с чем-то они, но отличаются. Ну что ж, давайте откроем и посмотрим на этого чувака поближе. Так, кстати, я надеюсь, конечно, что в этот раз мне в этот набор положат черные тайлы, а не желтые. Очень на это надеюсь. Потому что один бракованный набор, это случайность. Два, это уже закономерность. Так, ну-ка, ну-ка. Так и знал, блядь. Желтые тайлы. Они опять желтый ядрен батон. Но почему? Походу, в каждом наборе из этой серии будут желтые тайлы лежать. Я думаю, нет даже смысла собирать этот чертов не до квадроцикла. Мы его потому что в прошлый раз уже видели. Давайте фигурку заценим, потому что я ради фигурки и покупал. Так. Хм. Странно. Лицо у него нормальное. Обычное лицо. Странно. Почему оно тогда на упаковке нарисовано с выпученными глазами? Ничего не понимаю. Так. Как же его открыть? Нормально. Возможно... Крепко закрыто. Ничего. Это дело поправимое. Так. Ааа. Ну, теперь-то все понятно. Представьте себе. Вот гуляете вы спокойно по парку. Или по улице вообще. И тут вдруг вы встречаете... Это! Ну, какова будет ваша реакция? Я только не понимаю, зачем этой мини-фигурке понадобилось ставить глаза на прическу? Вот вроде, если без прически, то нормальный парень. Поставил ему волосы. И... Какой-то дотик получается. На. Лютая, конечно, фигурка. Так. Ну, давайте принты заценим. Так. Ну, на ногах хороший принт. А вот на торсе он, кажется, немного съехал. Или мне так кажется. Ну, если так смотреть, то фигурка не такая уж и плохая. Вот только эти выпученные глаза. Это, конечно, очень странно. Я даже не понимаю, кто это такой и что он вообще делает в наборе по Бэтмену. Кстати, нам еще для этого персонажа подложили вот такой вот желтый плащ. Сделал он, кстати, из той же ткани, что и те обноски, которые Халк носил. Тоже от Джин Ран, кстати. Так, давайте я попробую надеть на него этот плащ. А, ну, теперь-то все встало на свои места. Когда я на этого чувака надел плащ, то все сразу стало ясно. Да, это действительно типа Робин. О, бедный Робин. Что китайцы с ним сделали? Выпучили ему глаза. Да что надо делать? Ему голову в тиски сунули, что ли? Потому что у него глаза буквально вылезают из орбит. Да, и еще зачем-то ему дали снайперскую винтовку из Звездных Войн. Зачем, непонятно. Ну-ка, давай. Вставляйся. Отвалились ноги. Все отвалилось. Ну, трындец какой-то, блин. Ну-ка, еще раз. Да. Вот такая вот у нас фигурка. И мы также имеем подставку к ней. И запасную ладонь. Да, интересно, конечно, посадить его на это подобие квадроцикла. Что из этого получится, интересно? И против, против нее вот отправить. Что, интересно, из этого получится? Типа... А так и будет. Ладно. Убираем это все в сторонку. Как я уже сказал, собирать я конструкцию из деталек не буду. Потому что и так знаю уже, что получится. Получится полная шляпа. Полная дичь. О, детали мне еще пригодятся для каких-нибудь постройок. Но я вам скажу откровенно. Набор убогий. И фигурка убогая, и детали убогие. Поэтому я не знаю. Смысл особого я покупать не вижу. Ну, разве что фигурку на кастом. Здесь потому что плащ есть желтый. Полезная очень вещь. А детали уже как таковых... Ну, мало их тут очень. Поэтому не знаю. Этот набор с самодельщиком будет не так уж полезен. Но это еще были цветочки. По сравнению с тем, что я вам покажу сейчас. О, от увиденного вы, мягко говоря, офигеете. Когда я сам увидел эти фигурки, я сразу понял, что это настоящий трэш. Они были в каких-то прозрачных пакетиках абсолютно без логотипа. При этом они все были наклеены на большую картонку с нарисованными на ней ниндзя. И там в углу еще вроде был нарисован на этой картонке логотипчик. То ли Белла, то ли Леле. Белла, по-моему. Но я вас уверяю. Ни Белла, ни Леле, ни даже Джинран или Лепку. Или какая-нибудь другая контора, которая производит трэш. Такую бы дичь ни за что не сделала. Они у меня лежат в таком цилофановом пакете. Потому что когда их мне отрезали от этой картонки, то нечаянно повредили упаковке. И некоторые детальки вываливались. Чтобы этого не было, положили в пакет. Было там всего 5 видов минифигурок. Я взял каждый, чтобы вам его показать. В отличие от обычных мини-наборчиков, продавались эти уже фигурки по 40 рублей. Это в принципе не так уж дорого. Но поверьте мне, они этих 40 рублей абсолютно не стоят. Это настолько лютая херобора, что ее надо за 10 рублей продавать. Не больше. Так, первый у нас на очереди Кай. Так, у нас тут он имеется, как мы видим. Карточка Джея еще. Так, вот. Уже порвался пакетик. Это пока отложим. Чтоб вы не видели. Но сейчас скоро вы офигеете. Как ни странно, карточка очень даже хорошая. Вон, смотрите, они еще что сделали. Они сделали вот такой вот эффект, светоотражающий. Вот такие вот узоры. Когда на них падает свет, они активируются. И при этом они еще двигаются, если менять положение карточки. Вот, блин, классно. Что-то я заметил, фишка стала у китайцев. К своим фигуркам карточки подкладывать. Странно только, что нам к фигурке Кая Джея положили. Ну, это нормально. Так. Вот такая, в общем-то, карточка Джея. Она очень даже красивая. Ах, а вот фигурка дурацкая. Кроме того, они все на каких-то странных конструкциях. Я не знаю, что это. Спиннер, что ли? Или волчок? Это вопрос, как он работает. Я так понимаю, что это должно собираться как-то так. Тут еще крутится он. Но что от этого будет? Вот вопрос. Как его заставить вращаться? А? Просто тупо так, что ли? Ну, видимо, да. Видимо, просто тупо так вот крутить. Ох, ладно, заценим мини-фигурку. Собирать ее не придется. Она уже в собранном виде. Ох. Уже взгляд на спину этой мини-фигурки позволяет понять, что все очень плохо. И, господи, уже здесь абсолютно видно, что тут что-то не так с ногами. Я вам скажу, здесь все не так. Фигурку-то сделали просто цельным куском пластика. Она не двигается. Ее невозможно разобрать. Невозможно подвигать руки, ноги. И она... Ядрен батон. Она даже не из пластика. Она... Из резины. Пиздец. Ну, теперь это все объясняет. Смотрим, короче, теперь на переднюю часть. Хоба. О! Действительно страхолюдина. Разве я не правду говорю? Смотрите, какой убогий принт. А лицо-то какое. Ох. Они даже не постарались сделать нормальные леговские глаза. И, кроме того, вон, присмотрите, они когда красили. Они на лицо попали. И Кай у нас как будто покраснел. Не знаю, из-за чего он покраснел. Ох. Сама минифигурка, я уже сказал, просто отвратная. У него здесь должны быть золотые наплечники и золотой узор на маске. Но вы посмотрите, как же отвратительно их покрасили. Ох. Я не знаю. Это ж капец, Полный. Широ тогда попались резиновые Майнкрафт-фигурки, но они хотя бы функцию минифигурок сохраняли. А так это не минифигурка, это... Просто кусок резины. Серьезно. Это цельный кусок резины. И все остальные минифигурки, я так полагаю, тоже. Ох. А теперь понятно, что это точно не Белла, не Леле, тем более не Лепку, конечно же, не Джин Ран, не другие компании, которые производят фигурки. Потому что это даже не минифигурка. Это хрен знает что. Ох. И это только первая минифигурка из пяти. Дальше будет еще хлеще. Следующая у нас на очереди... Ллойд. Ну, в этот раз нам хотя бы карточку Ллойда положили. Так, давайте вскроем. Так. О, тут еще и детали какие-то нам дали. Топорик. О. И, конечно же, он тоже резиновый. Резиновый топорик. Офигеть. Опа. И вопрос, куда ставить эти детали. Вот. Так вот, что ли. Тогда вопрос, куда вот эту деталь присобачить. Просто абсолютно рандомные детали нам кинули. Что с ними хотите, то и делайте. Вопрос, а как? Я так понимаю, это типа волчки или спиннеры. Нельзя. Да вопрос, как... О. 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 Ну, теперь все ясно. Типа, берешь мини-фигурку, ставишь ее вот так. Ясно теперь, почему здесь сделали вот такое вот крепление, несовместимое с лего. Капец, это ж надо додуматься такую дичь сделать. Типа, ставим и вот так вот крутим. Иди отсюда лучше. Не нервируй меня. С Ллойдом у нас такая же канитель. Оп. Фу. Это че прилипло к нему? Фу. Как будто какашка чья-то. Бе. Хорошо, что я в перчатках. Опа. Этот уже более твердый. Такое ощущение, что он сделан из пластика, а не из резины. Странно. Что происходит, объясните мне? Что за параллельная вселенная? Руки, конечно же, не двигаются, ничего не двигается. Все это пределно намертво. Висит на нем тоже что-то типа крепления для меча. Но мечей-то тут нету. Здесь есть какой-то топор, который сюда вообще не влазит. Никоим образом. Вот никоим образом он сюда не влазит. А это еще что за странное кольцо на голове? Типа это брелок что ли? А почему шухая тогда такой фигни нету? Что это за дичь вообще? Я не понимаю. Как можно такое сделать? О господи! Посмотрите на лицо Лойда. Он позеленел. Его уже тошнит от всего этого. Как собственно и меня. Потому что серьезно. Такого трэша я ни разу в жизни не видел. Я даже у Ушира не видел никогда подобной хероборы. Покраска золотых частей здесь такая же в принципе как у Кая. Еще какой-то наплыв резины и принт убогий абсолютно. По качеству и по виду. По виду еще может ничего, а вот по качеству полная хрень. Кай у нас покраснел, а Лойд позеленел. Ну все логично. Иди отсюда. Лучше. Давай, иди. Жуть какая-то. А, кстати, я карточку не заценил. Хотя меня карточки не волнуют, но блин, что-то меня заинтересовали карточки. Потому что они сделаны гораздо красивее, чем фигурки. Вот смотрите. Вот это вот я понимаю. Лойд. У него красивый костюм. Ну костюм у него в принципе такой же, как на фигурке, только более качественный. И он вооружен, я не знаю чем он вооружен, какой-то двухлезвенный косой. Не знаю, как это оружие называется. Но блин, вот это вот я понимаю. Лой. А? А это что? Это бомж какой-то. Что это такое? Зачем оно вообще существует, как говорит Широ? Идем дальше. Кто у нас там следующий? Джей. Если Кай покраснел, Лойд позеленел, то логично будет предположить, что Джей посинел. Сейчас мы это и узнаем. Так. Вот блин, ну вот серьезно. Ну почему такие крутые карточки и такие дерьмовые фигурки? Это даже не фигурки, это я уже сказал. Это просто куски резины. Да, я еще не проверял, как они пахнут. Пахнут. Пиздец. Омбре, конечно, лютая. Воняет дешевой резиной. Даже скорее горелой резиной какой-то воняет. Бля, у этой фигурки вообще стерлись принты фактически напрочь. Смотрите только на них. А лицо у него даже не посинело, оно посерело. У него какое-то серое-сине-желтое лицо. Знаете, у меня, наверное, лицо от этих фигурок тоже сделалось вот такого же примерно оттенка. И покраска такая же убогая. И как всегда, они двигаются, руки-ноги, голова тоже не двигаются. Вот блин, жалко, что нельзя с них снять маски. Я бы тогда посмотрел на их лица. Посмотрел бы, что тут интересное. А так это сделать нельзя. Потому что они все сплавили в один кусок. Так. Так, вылетели у нас такие же, собственно, детали, как из набора с лойдом. Такой же топорик абсолютно. И еще одна лютейшая дичь. Да, собственно, больше про нее и говорить нечего. Но хотя сказать, что это лютейшая дичь, это ничего не сказать. Это просто колоссальная дичь. Кто вообще ее сделал? Походу, у китайцев, которые сделали эти фигурки, большие беды с башкой. Просто гигантские. Я бы даже сказал. Но вот сами полюбуйтесь. Разве сможет нормальный человек сделать такое? Да еще и продавать это. Это же хватает ума. Господи ты, боже мой. Я уже говорил, мне ни разу такой трэш не попадался. А, а, че ж я, их же у меня шесть, а не пять. Ну хорошо, значит, еще больше бомбить будем. Кто у нас там следующий? Так, следующий у нас Коул. Как ни странно, он с фигуркой Сэнсэя Ву. Точнее, с карточкой. Классная карточка. И фигурка сейчас опять будет. Дайте угадаю. Так, это я сразу кину. Так, опа, нам дали теперь уже какую-то серую и желтую деталь. Вопрос, зачем? Ха, пофиг хотя. И какую-то кость золотую. Тоже резиновую. Зачем? Непонятно. Интересно, можно ее в руки дать? О, можно. Вот так вот будет ходить Коул с такой косточкой. Тыш, 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 тыш. Всем давать, леща. О, люксоу Коулу, собственно, такое. Они здесь вообще все на одно лицо. Другие китайцы им хотя бы лица делают, похожие на оригинальные. А здесь они все на одно лицо. Как будто это какие-то клоны в разных костюмах. И, собственно, не нуждается эта фигурка в описании. Только единственное что, в этот раз у нее принты немножечко получше, чем у предыдущих. Вот серьезно, прикольные такие принты на торсе и на ногах. Нормальные, в принципе, и хорошие принты. Будь это еще фигурка получше, возможно, она была бы хорошей. Но, блин, эти китайцы такую дичь нахерачили, что уже ничем не исправишь. Ничем, абсолютно. Я, кстати, не проверял, совместимы ли они с Лего. Как ни странно, с Лего они совместимы. Когда это закончится? Мне уже физически больно смотреть на эти фигурки. Так, кто у нас следующий? Так, следующий у нас... Зейн. Так, тут, кстати, еще у нас осталось несколько деталей. Смотрите, тут какая-то цепь. Это прикольно, кстати. Оп, блин. Но она тоже сделана из резины и тоже цельный кусок. Поэтому абсолютно никакой пользы от нее нет. Так, а Зейн? У нас тут с ним, кажется, снова карточка Сенсея Лук. Да, это она. Так, блин, жалко повторно. Я хотел всех собрать персонажей, карточки. Но, видимо, не судьба. Так, такие же детали. Такой же топорик. И такая же дурацкая фигурка. Только на этот раз белая. Блин, ну... Принты такие себе. И покраска такая же дурацкая. Лень было покрасить, что ли, целиком на плечнике. Сделали только верхнюю часть, и все. Вот вам фигурка. Играйте, как хотите. Страдайте. Наверное, в первый раз попалась фигурка хотя бы с более-менее нормально покрашенным узором на маске по сравнению с другими фигурками. Потому что где там остальные? Вот здесь покрашены дерьмово. Тут дерьмово. Здесь дерьмово. И здесь тоже дерьмово. А вот здесь более-менее нормально. Вот. Вот такая вот у меня команда. Вот таких вот дерьмовых, парализованных ниндзя, которые даже драться с врагами не могут. Потому что они парализованные. И, наверное, последняя фигурка, так сказать, последний гвоздь в крышку гроба – это Сенсей Ву. К нему нам положили карточку уже с Зейном. Эх, всего одной карточки, да, полной коллекции не хватает. Карточки Коула. Жалко. Потому что карточки классные. А фигурки, я уже сказал, полное говно. Так, здесь вроде голова нормального цвета, но явно уже видно, что все плохо. О, так она приклеена еще эта шляпа. О, пипец. Шляпа резиновая, это понятно, но она еще и приклеена к голове. Я не понимаю, как можно было додуматься сделать вот такое. Как? Как ядрен батон? Я не понимаю просто. Вон, смотрите-ка, голова, кажется, отсоединяется. Ну-ка. Неужели я сейчас отсоединю голову? От этой дичи. Нет? Не отсоединяется, увы. Теперь смотрим. Да, пипец. Хотя бы поставили нормальный принт, но это, блин, лицо Джея. Это лицо Джея, а не Ву. Еще и борды ему намертво присобачили. Тут ни бритье не поможет, ни депиляция воском. И принт костюма тоже отвратительный. В принципе, как и на всех мини-фигурках. Причем, я уже сказал, они все не могут двигаться. У нас вот такой парализованный Ву. Парализованный Джей. Парализованный Зейн. Упал. Парализованный Коул. Да не падайте. Да не падайте вы. То я бомбить буду еще жестче. Парализованный Кай. А где Лоид? Вот он. И парализованный Лоид. Супер команда дерьмовых ниндзя. Да с такими ниндзя любой бандит на свободе гулять будет. И не поймают они его ни за что. Потому что они попросту с места не сдвинутся. Они будут стоять только и смотреть. О, господи. А лица-то у них. Это трэш какой-то. Их еще и закрасили. Я уже сказал, я не знаю абсолютно, кто их производил. Потому что нету на пакетиках никакого логотипа. Потому что на пакетиках нету. Я даже не могу сказать, кто их сделал. Не могу их отругать. Поэтому ругаю рандомных людей. О, я не заметил, что в наборе с ним нам попался резиновый меч. Хм, это прикольно. Блин, что мне теперь делать с этой хуйней? Обычные фигурки я могу хотя бы на кастомы пустить. А вот из этого... Из этого... Вот из этого не сделаешь ничего. Даже для этого пучеглазого додика я смогу найти применение. Причем достойное применение. А этому говну только одна дорога. Здесь вам самое место. Фух, вот таким вот бомбическим получился выпуск. Признаюсь, до этого я ни разу не видел подобной ерунды. Это ж еще додуматься надо ее сделать. Я надеюсь, видео вам понравилось. И я надеюсь, что вы извлекли из него для себя урок. О том, что не стоит покупать подобные вещи. Даже тот же самый Джен Ран еще на что-то годен. А то, что вы сейчас видели, не годится абсолютно ни на что. С вами был Любопед. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова